Друзья, привет! Это интернет-магазин Волколесо, и в этом видео мы с вами посмотрим достаточно экзотичного гостя для нашей, в общем-то, страны. Это компания Вредденштайн и модель Ультракворти. И на самом деле, это на сегодняшний день, можно сказать, что они такие, знаете, экзотичные. Но на самом деле, есть один такой маленький нюанс, что вы все знаете наверняка компанию Амтел. И вот компания Амтел совместно с компанией Вредденштайн одно время выпускали у нас шины. И на самом деле, даже в мире этот союз был достаточно популярен и входил даже одно время в топ-5 мировых производителей шин, учитывая все их бренды. Но сейчас компания Вредденштайн сама, по-моему, если мне память не изменяет, принадлежит какому-то индийскому предпринимателю. Тем не менее, находится штаб-квартира в Голландии, где, кстати, и производятся эти шины, но об этом чуть-чуть попозже. И тем не менее, сам вот этот союз Вредденштайн-Амтел был признан банкротом в 2009 году. В общем, что с компанией только не происходило. Но тем не менее, шины компании Вредденштайн до сих пор можно приобрести на российском рынке вполне легально. Никакие не серые поставки. Вот, допустим, вполне себе легальная шина, которая была привезена, растаможена и все как надо. И в этом видео мы с вами, конечно, как всегда, посмотрим и оценим рисунок протектора этой шины, несмотря на то, что модель на самом деле такая, прям, скажем, не новая. Но этого бренда на канале вообще нет, поэтому грех было его не снять. Тем более, шина такая любопытная. И, конечно, посмотрим все маркировки на шинах, оценим боковины этих шин, поговорим об отзывах людей, которые используют подобные шины. Ну и я также с вами поделюсь своими впечатлениями и взвесим эту шину обязательно. И измерим глубину рисунка протектора, конечно. Надо сказать, что информации официальной, конечно, крайне мало, поэтому будем основываться на том, что видим. А видим мы такую, знаете, классическую шоссейную шину для сухого асфальта, потому что водоотводов, видите, просто их очень мало. Конечно, внутри каждой вот этой вот широченной продольной канавки вода может разгоняться, но вывода такого глобального, видите, ни из одной из них нет. Такие вот какие-то маленькие вот отводы, совсем не глубокие. То есть сказать, что шина будет эффективно бороться с аквапланированием нельзя, но можно сказать, что шина будет вести себя прекрасно на сухом покрытии и шина будет тихая. Но о чем, в общем-то, свидетельствует вот такая вот табличка, видите, это табличка европейской сертификации, она говорит, что шина будет средней шумности, то есть не очень шумная, но и не совсем тихая. Также шина будет великолепно тормозить на мокром покрытии. Это не значит, что она будет отводить влагу хорошо, просто если покрытие мокрое, пятно контакта будет достаточным для того, чтобы заостановить автомобиль с достаточно коротким тормозным путем. И шина не предполагает экономичность в принципе. Как я уже говорил, что шина действительно хорошо будет управляться, тут вопросов нет. Давайте посмотрим на глубину рисунка протектора. Протектора, глубина так себе, честно говоря, 7,3 мм, то есть не очень глубокий протектор. Ну, давайте справедливости ради и до ограничителя измерим. 5,8 мм. Протектор не очень глубокий, а, в общем-то, боковина, надо сказать, что такая, знаете, а-ля Bridge Stone в лучшие времена, очень-очень классная. То есть боковых порезов, грыж, эта шина бояться не будет, что подтверждается не только моими наблюдениями, но также и отзывами об этих шинах. То есть люди говорят, что шина очень и очень крепкая. И, кстати, вот мы заметили, что Threadway здесь указан на 320. Threadway это износостойкость, который говорит нам о том, что шина может в спокойном режиме, без пробуксовок и всего остального, отходить, ну, примерно 80 тысяч километров. Ну, конечно, по факту эта цифра будет, скорее всего, значительно меньше. Больше глобально о протекторе сказать особенно нечего. Есть единственная вот такая вот любопытная вещь, видите, внутри этих продольных широченных канавок есть такие насечки. Созданы они, кстати, вот именно для того, чтобы гасить шумовые волны, то есть делать шину немножечко потише. И наверняка я могу сказать, что если бы их не было, то уровень шума был бы повыше. Ну, в общем-то, это типичный шоссейный протектор, тут остановиться и зацепиться даже и не за что. Но надо сказать, что, кстати, состав смеси достаточно, судя по всему, жесткий вместе с боковиной. Даст такой эффект, что вы будете чувствовать каждый камешек, но некоторые люди любят такие шины, которые пожестче, которые с таким прицелом на спортивность. Тут вопросов абсолютно никаких нет. Очень любопытно перевернуть эту шину и посмотреть на маркировки. Но прежде давайте посмотрим пару вещей. Во-первых, эта шина обладает повышенным индексом нагрузки. Соответственно, 94Y. Ну, Y-то скорость, понятно. 670 кг на одну шину этой индекса нагрузки. То есть, сколько же получается? 2 тонны 680, да? Я правильно посчитал. То есть, это такой хороший показатель для автомобилей среднего класса. Ну, например, Skoda Superb, например, да? Такой размер имеет, может быть. Я, честно говоря, не очень помню, но похоже. Поэтому подобные автомобили, конечно, можно их 2 поставить на такой комплект. И это действительно экстра лот. Ну, а Y обозначает, что на шине можно разогнаться до 300 км в час. О чем, кстати, свидетельствует вот эта вот маркировка ZR. То есть, как правило, ZR ставится на тех шинах, на которых повышенный индекс скорости. То есть, шина обладает как повышенным индексом нагрузки, так и повышенным индексом скорости. Давайте перевернем. Смотрим, что же у нас здесь за маркировки. Ну, и Threadway я, конечно, затрагивать не буду. А мы перейдем непосредственно к армированию. То есть, из чего состоит корт шины. И видите, что слои, Thread, то есть, место соприкосновения с дорожным покрытием. И вот тут начинаются экзотические всякие вещи. Двойной слой вискозы. Рейн это вискозы. Двойное стальное армирование. И двойной слой нейлона. Такое ощущение, что шину делали так, чтобы, ну, совсем наверняка, друзья, она, ну, такого армирования, такого корда я, честно говоря, ну, не встречал ни разу. И сайдвол, то есть, боковина тоже армирована двойным слоем вискозы. Корд состоит из вискозы. Меня многие поправляют, поэтому я тоже говорю, что это корд. Это тоже какое-то безумие. Здесь просто все сделано настолько наверняка, что шина, походу, вообще очень крепкая. Но об этом свидетельствуют и отзывы, что шина просто непобедимая и пули непробиваемая, в кавычках. Это круто, конечно. Е4 обозначает, что шина сертифицирована для продажи на Европу. Что неудивительно, она прошла сертификацию в Голландии. Ну, бренд-то голландский. И шина обязательно прошла сертификацию для продажи в Соединенных Штатах Америки. DOT, Department of Transport. 19-я неделя 2017 года. Дата производства этой шины 225-45-17 размер. Не буду к этому возвращаться. Единственное, что скажу, что давайте, ну, это не радиус просто, постоянно постараюсь повторять, что R это радиальная конструкция, а 17 это посадочный диаметр в дюймах. И чтобы перевести 17 дюймов в метрическую систему, вам нужно умножить на 25,4. Здесь указаны индексы нагрузки, здесь все понятно. Сделано в Голландии, друзья. Не часто такое встретишь, да, настолько европейскую шину. Это круто, прикольно прям-таки. Радиальная конструкция, все понятно, бескамерная шина Tubeless, экстра лот. Здесь все, в общем-то, понятно. Дальше расшифровывается максимальная нагрузка на одну шину, это мы уже сделали. И максимальное давление, которое можно закачать в эту шину, это 51 PSI фунтов на квадратный дюйм, что составляет чуть-чуть немногим больше 3,5 атмосфер. Темпериче А обозначает, что шина будет сопротивляться нагреву очень хорошо. И вот здесь тоже такая прикольная прям-таки штука Giugiaro Design. Надо сказать, что студия дизайна Giugiaro итальянская, она с кем только не сотрудничала и не сотрудничала. Она около 15 лет сотрудничает с самой вот компанией Wredenstein. Она сотрудничала с Alfa Romeo, Lamborghini, помогала делать дизайн фотоаппаратов Nikon, там, я не знаю, ну какое-то сумасшествие. BMW, с BMW они сотрудничали с кем только они не сотрудничали. Компания очень и очень уважаемая. Ну и так как шина сертифицирована для продажи в Америке, здесь прям-таки вот, как всегда, для американского рынка такой текст, что не надо перекачивать сильно шину, это может навредить вам, не надо шину одевать на не тот диаметр диска и так далее. Ну, это мы расшифровывать, с вами переводить дословно не будем, а вкратце я вам рассказал. Так, давайте перевернем шину, посмотрим, есть ли какие-то интересные маркировки, которых нет на той стороне. Ну, информативных маркировок, судя по всему, глобально здесь нет. Единственное, что я вижу, что написано Inner Side, то есть внутренняя сторона. Посмотрите, ведь на внешней стороне не было написано Outside, а есть только Inner Side. Джужаро, наверное, такой сказал, да что, они что ли не поймут, что та внешняя сторона, если мы на этой напишем внутренняя, поймут, конечно. Вот и написали только Inner. Но также здесь, видите, такие интересные насечки, то есть, ну, даже не насечки, это такие вот ребрышки маленькие, тоже, наверное, какой-то дизайн. В общем-то, шина такая необычная, очень интересная. И купил бы я себе такую шину, вы знаете, ну, ради эксперимента, может быть, и купил бы. Мне так вот, в общем-то, все это очень даже нравится. И резюмируя, хочу сказать, ну, резюмируя перед тем, как будем взвешивать, друзья, потому что у нас еще вес. Кстати, хочу попросить вас подписаться на наш канал, если вам такие видео нравятся. Хочу попросить вас поставить лайк, если это видео вам нравится, либо дизлайк, если не нравится. И, конечно же, пишите в комментариях, что вы хотите видеть в видео дальше. Может быть, какие-то вопросы у вас возникнут или пожелания. Пишите в комментариях, не стесняйтесь. И, конечно, по резюме. Шина классная для, на мой взгляд, южных регионов, где в основном сухая погода. Конечно же, есть южные регионы, где дожди проливные. И для такого я не рекомендую эти шины. Шина будет классно тормозить на сухом покрытии. Будет плохо отводить воду, скорее всего. Поэтому здесь, ну, она такая специфическая, надо сказать. И очень хорошо будет бороться с плохими дорогами, что явный плюс. Поэтому, если вы, в принципе, сильно не гоняете, для вас аквапланирование не очень важно. То есть, вы просто не развиваете такую скорость до возникновения аквапланирования, то вполне можете взять шину. Классная шина во всех отношениях. Так, вес ее в размере 225-45-17-11 килограмм. Это немного, учитывая, насколько она крепкая, армированная, обладает повышенными индексами нагрузки и скорости. Тут вопросов никаких нет. В общем-то, вроде бы все сказал, что хотел. Если вдруг что-то забыл, пишите в комментариях, я отвечу. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. И пока-пока.